доброе утро дорогие братья и сестры и зачувствующие сегодня у нас с вами а вообще это последнее видео перед выходными всех тех кто чтит праздник с 8 8 марта поздравляю с 8 марта всех тех для кого это важно вот потому что есть люди для которых это вообще как-то по боку но тех кому важно поздравляю всяческих вам хороших вещей от господа его доброты благости желать это странно потому что бог и так это все проявляет и без нас ну положено говорить всякие светлые слова прекрасные дамы дорогие сестры поздравляю вас с этим праздником желаю вам приближаться господу и так сегодня мы читаем первое послание и она 4 главу с 13 по 15 стихи что мы пребываем в нем и он в нас узнаем из того что он дал нам от духа своего и мы видели и свидетельствуем что отец послал сына спасителям миру кто исповедует что иисус есть сын божий в том пребывает бог и он в боге что мы пребываем в нем и он в нас устаю узнаем из того что он дал нам от духа своего с одной стороны ничего особенного ну как бы узнаем и узнаем с другой стороны я удивляюсь насколько это важно для человека иметь эту уверенность спасение уверенность в том что господь живет нас и что он да и он с нами во первых здесь написано что мы пребываем в нем и у нас узнаем то есть мы видим что и мы можем это знать потому что есть масса людей которые верующие но почему-то они очень опасаются этого факта но я уже говорил об этом но они опасаются вот так вот сказать определенно да я спасен да я буду с богом почему ну я не знаю почему такие люди считают это каким-то какой-то невероятной дерзостью ведь на самом деле когда я утверждаю что я буду спасен я буду с богом это я не говорю о том что я такой дерзкий и уверен в том что я такой святой а как раз таки наоборот я полностью осознаю что я вообще ни разу не святой вообще ни разу не но в том смысле что безгрешные вообще ни разу не ну даже в его присутствии не то что стоять каким-то образом вообще какие-то шевеления не могу совершать но в том-то и дело что написано что мы спасены по благодати мы спасены по вере мы спасены потому что мы приняли его любовь потому что мы позволяем господу действует нас спасать нас мы умоляем его спасать нас и господь отвечает на этом сказал что приходящего ко мне не изгоню вон и поэтому когда я говорю что да я буду с богом это не означает что я такой дерзкий это означает что я просто верю в бог доверяю ему я верю его слову и вот здесь так и написано мы пребываем в нем и он в нас мы узнаем из-за из того что бог нам дал духа святого мы видим что мы понимаем что вот проявление духа святого у нас свидетельствует о том что он живет в нас раз он живет в нас бог сказал что дух святой который живет нас это есть залог нашего спасения идею залога я думаю не нужно объяснять все знают ну по крайней мере не банковскую систему ну по крайней мере вот эти термины слышали на слуху знают я думаю люди все взрослые понимают что означает залог и вот оно и означает вот это что господь когда дал нам духа святого он дал нам его для того чтобы мы были уверены в том что он спасет нас вот здесь так и написано мы узнаем мы можем это знать интересно что он дал нам духа своего мы помним когда при каких обстоятельствах я не имею ввиду нас лично но вообще иисус сказал что мне нужно пойти но когда я пойду я дам вам духа святого он будет вместо меня но это не вместо меня это неправильно на самом деле слова это по-нашему по человечески вместо меня иисус сказал что я и буду с вами а то есть он сказал я с вами каким образом не только тем что он нам помогает не только тем что он какие-то обстоятельства устраивает или защищает нас от каких-то опасностей и так далее он с нами потому что он дал нам дух святого он дал нам он он с нами своим духом вот то есть бог избрал вот такой путь пребывания с нами и в нас и мы можем быть уверены что сам иисус с нами вот через вот эти вот вещи вот интересно что здесь написано что мы пребываем в нем и он в нас мы видим что опять вот это отношение это взаимодействие двух сторон то есть он пребывает нас до слава богу но и мы пребываем в нем ну или по крайней мере должны пребывать как нам пребывать во христе кстати и говорит вот эта вся глава почти вся глава вот эта четвертая нам и говорит что значит пребывать во христе то есть это будет и свидетельствовать о нем и его слова чтобы было в нас так далее вот и и что мы пребываем в нем это наша задача пребывать в нем то есть смотрите и индика вот дух святой вот эти проявления дух святого и есть индикатор того что и мы пребываем в нем все нормально и он в нас вот какие проявления ну многие люди скажут там опять будут скатываться на эти рельсы ну там как же там чудеса видение там и прочее но если другие проявления не умоляю первые нам важно помнить о следующих другие других что когда господь дает нам откровение в его слове когда мы понимаем мы начинаем понимать его слово когда бог меняет наши жизни то есть когда господь но изменяет нас настолько что мы становимся способными ну что-то делать чего до этого не могли делать или делали это совсем плохо то есть опять любить прощать помогать участвовать в жизни так далее так далее так далее это тоже работа дух святого и это тоже человек может мог раньше не делать а теперь делает еще одно в одна вещь вот одна одно явление который по которым мы можем узнавать что господь с нами написано и мы видели свидетельствуем что отец послал сына спасителям миру кто исповедует что иисус есть сын божий в том прибывает бог и он в боге вот смотрите еще один критерий на нашего пребывания в боге и свидетельство того что бог принял пребывает в нас это когда мы свидетельствуем здесь понятное дело и мы свидетельствуем это иоанн говорит о себе и о своих коллегах на своих спутниках осваивную об апостолах то есть потому что ну он называется я себя свидетелем и но естественно вправе это делать потому что именно вот эти люди видели христа непосредственно физически они были с ним не просто видели они были с ним они вот были свидетелями всех событий которые описаны ну или почти всех событий которые описаны в евангелии вот поэтому и он говорит вот мы свидетельствуем и но дальше он делает обобщение то есть мы это свидетельствуем что отец послал сына спасителям миру но дальше он делает обобщение перекидывает мне вот эту идею на всех кто исповедует что иисус есть сын божий в том прибывает бог и он в боге вот почему важны эти слова почему я имею ввиду вообще что но почему иоанн дает эти критерии вот вот кто там любит брата своего в том прибывает бог там бог в нем кто свидетельствует значит в том бог в нем кто имеет духа святого тот в боге и бог в нем почему это важно но еще раз еще раз возвращаясь вот к этой идее что бог нам дает уверенность в спасении понимаете откладывать на самый последний момент такое важное такое важное но не решение а такое важное ну да решение от бога ну на мой взгляд очень странно то есть мы же не мы же не эти не неплохие студенты на которые все делают в последнюю ночь перед экзаменом и потом начинают плавать и помирать на самом экзамене господь позаботился о том чтобы наша жизнь была исполнена вот этой уверенности есть условия понятное дело что мы не говорим о том что любой любой боги и так далее нет мы видим здесь что есть вот эти критерии по которым мы можем видеть что мда мы в боге все нормально но тем не менее бог дает нам возможность шанс иметь эту уверенность то есть вот одна из таких вещей это свидетельствование о нем если мы говорим о боге ну может ни у кого у кого-то не получается это там делалось каждый день у меня вот не получается каждый день может быть у кого-то но там по-разному все бывает понятное дело есть люди которые там целыми днями благовествуют и в автобусах и на улицах и куда-то ездят и вот ты думаешь ну да вот тот он прям точно свидетель а это чем вот но господь знает наше сердце если наше сердце готово расположено стремится вот и время от времени господь дает возможности благовествовать свидетельствовать о нем да слава богу это вот наше вот это горячее желание и дело говорит о том что мы пребываем в боге и он в нас вот и это еще один критерий еще одно доказательство свидетельство того что бог нас и вот эти все вещи конечно же нужно воспринимать не как условия но как именно свидетельство то есть это просто это просто признак по которым мы можем понимать сами для себя и но насчет других здесь не написано то есть здесь писание не выносит нашу внутреннюю жизнь на свет на на суд других людей здесь это свидетельство для нас самих чтобы мы сами не боялись не переживали были уверены уже что вопрос решен ну и жили дальше вот жизнью угодной господу вот засим все следующее видео выйдет в понедельник если господь даст и живо будем пока у нас три дня выходных отец наш небесный благослови пожалуйста наше хождение с тобой учи нас любить тебя и быть уверенным в тебе в твоих обещаниях мы прославлен отец своими иисуса христа да благословит вас господь